Итак, всем привет! Привет! У нас сегодня особенный гость, с вами я, Натали, и у нас в гостях сегодня Марк Ринхайген. Hello, Марк! Hello! Марк — это творец нашего с вами любимого мира тьмы, и он согласился с нами сегодня побеседовать, так что будем ему задавать интересные вопросы. Может, нам в этом, как всегда, Владимир? Добрый вечер! Куда ж мы без него? Итак, я думаю, что сразу начнём к вопросам. И первый у нас вопрос к гостям, как всегда. Расскажите, пожалуйста, как вы начали вообще играть в настольные ролевые игры, как познакомились с этим удивительным миром? Расскажите, пожалуйста, как вы начали играть в настольные ролевые игры, как вы начали играть в таблеток и ролевые игры? Расскажите, пожалуйста, мой отец был лютеранским священником, проповедником. Семинарский студент к нему как-то пришёл к нам домой. И как-то раз, когда он практиковал, когда он был в таблетке, он сказал, что у него есть этот игрок, «Дунжес и драгон», и он объяснил это. И мой отец и я играли. И как-то раз, когда он практиковался, обучался проводить проповеди, он упомянул, что вот у меня есть такая игра «Дунженс и драгонс», можно попробовать. Мы попробовали в неё сыграть, мне это полностью взорвало мозг, и с тех пор я знал, каково моё предназначение. Если не секрет, какие это года были? Или это секрет? Если это не секрет, то в каком году это было? А, это в 70-е. Это было в 70-е. Это были очень старые дни, очень старые дни Дунженс и драгонс. И это было раньше, когда у меня был плохой репутаций, так что это было хорошо играть. И я уже научился играть в бою с моим отецом, Абалон-Хилл, но это совершенно разное. И я знал, что это была мифология и креативность, и это было все, что я хотела. Я был только, что, 11 лет, но я знал, что это было, что я должен делать. Это были очень ранние дни для ДНД. Ещё до того, как настолки и ролевые игры приобрели дурную репутацию, можно было играть спокойно, не опасаясь осуждения. И я до этого играл в настольные варгеймы, но это был совсем новый опыт, мифология, проработка, всё это. Я просто понял, что это по-настоящему новый опыт, и это очень здорово. Окей, спасибо за ответ. Спасибо за ответ. И котятки, задавайте свои вопросы в чатике. Я читаю чат, всё вижу, буду всё передавать. Я уже посмотрела вопросы, какие были в пабличке, и тоже обязательно их задам. А давайте сейчас поговорим, всё же опять вернёмся в далёкие времена, когда наш любимый ВТМ только-только должен был появиться. И зададим вопрос о журнале. Я знаю, что до ВТМа и до Белых Волков как издательство был White Wolf Magazine, то есть журнал. Как вообще появилась идея издавать журнал, и как из журнала, который печатался на школьном принтере, всё превратилось в издательство? Да. Мы сейчас задаваем их вопрос. Мы вернемся к их в следующей часе. Но для того, чтобы мы вернемся к днём, когда наш любимый ВТМ был создан. Как я знаю, до ВТМ, когда была White Wolf, в компании, была White Wolf, в магазине. Could you tell us a little more about it, and how did an idea to edit a magazine came to, and how did a project started on a school printer turned into a company? Actually, that was my partner, Stuart Wick, who did White Wolf Magazine. That was his company. My company was Lion Rampant, and we did the award-winning game Ars Magica, which I wrote with Jonathan Tweet of Dungeons & Dragons fame. He later on went on to do 3rd edition Dungeons & Dragons. So, Jonathan left. He went traveling, and I bought the company from him. Well, actually, I took on the company debt. So he got away scot-free, and I owed a lot of money. And basically saw Stuart and I combine companies, and the deal was, when we combined the companies, is that I would have one year to write a game, and that he would take care of all the business stuff, and that all I had to do is sort of work like two hours a day in the warehouse. And so that's how sort of Vampire got started, is that I had a year to sort of invent a game. So, you know, the journal White Wolf, it was a project of my partner, Stuart Uicke, it was his project. My company was called Lion Rampant, and we developed a famous cult game Ars Magica. I wrote it together with Jonathan Tweet, one of the people who worked on Dungeons & Dragons, он впоследствии отвечал за третье издание. Джон впоследствии покинул компанию, ну, собственно говоря, я ее выкупил, ну что значит выкупил, я унаследовал все ее долги, Джон просто ушел, а мне пришлось совсем расплачиваться. В итоге мы со Стюртом объединили наши компании, и сделка была такая, что он занимается бизнес частью, А у меня год на то, чтобы сочинить новую игру. И, собственно, я сидел в складском помещении, работал и сочинял игру. Так, собственно, и началась разработка вампиров. Я думаю, как раз пришло время поговорить про разработку наших любимых вампиров. И у нас есть вопрос чатика. Чем вдохновлялся Марк в процессе работы над самой первой книгой правил по ВТМ? И я, наверное, его дополнила, этот вопрос. И какая была основная мысль и идея для читателей и игроков? Okay, so we have a question from the chat regarding the early days of the development of Vampire. What were your inspirations for the first rulebook? And Natalie has added her own clarification. What was the idea you wanted to convey to the audience, to the readers? As soon as I had the idea of doing Vampires, I knew immediately that it was a perfect idea for me to do, because I knew that I wanted to do a storytelling game. Like a pretentious, you know, elitist type game that took roleplaying and made it something different than what it was at the time. And at the time, most roleplaying, you know, even Call Cthulhu, was very basic and it was adventure. And it wasn't really the sort of idea of the storytelling like a movie has or a great novel. And so I knew that whatever I did with the setting, and that's what I started with. I did not start with the rules. The rules should come second. If the rules come first, you'll have a terrible world, you know? The world has to be its own thing, and then you find rules to interpret that world. So, it was all about the storytelling. So, it was all about the storytelling. So, I started with the idea of the idea that, as soon as I came to mind to create Vampire, I wanted to make a game that would like me. It was a pretty pretentious, elitist's desire to make a roleplay game that would lead to the roleplaying itself to a new level. And it made it a little different, because in those times, most of the role of the game, even Call of Cthulhu, were just such an adventure. Bibliothecaそうですね. In those times, I didn't ever put into obstacles in particular, the genre of writer's stage danses. In those times, there were largely Hoppes and that Simplified, which is such a weird happen. In this Lindstem. It was the case that he already converted from vor準, but in the moment it was atomic killing, because He never taught us the fact that the whole game was just that one of the parts seem like one of the parts seem to really. In terms of the nature of these games, under curriculum. свою задумку спасибо за ответ и как раз на тему правила я недавно общалась с подписчиками с ролевиками и ходит такая легенда или я не знаю даже сплетни на тему того что кто-то подкинул или принес систему именно механики до десятыми а какая же на самом деле была история с механикой до 10 и regarding the rules just to put a rumor that is circulating in our community to rest there is a rumor about a certain a certain thing that happened when someone basically managed to sneak in the d10 elements into the game could you tell us about what happened with the introduction of d10 I mean basically because of shatter run in this there's this new type of game system called the the dice pool system that Tom Dowd from Fossa knew all about and he was a friend of mine and so he helped me sort of work out how to do that so I said okay I'll use that system which was maybe not a wise idea because I should have used the chaosium maybe the pen dragon by system which I knew much better but I knew immediately that would use a d10 because it looks like a diamond it's a beautiful trap you know it's a beautiful looking shape it's the most beautiful looking of all the dice of all the polyhedrons so I mean there was never any doubt that I was going to use a d10 that was that собственно говоря все случилось из-за shadow run a isa механики до испула а там даут мой хороший знакомый предложил мне использовать эту механику я сказал ладно хорошо может быть это было не самое мудрое решение поскольку я гораздо лучше знал chaos или pen dragon как системы но дело в том что d10 выглядит как бриллиант из-за формы из-за того что это самый красивый вариант dice я его и выбрал у меня даже сомнений никаких не было по этому поводу да я согласна насчет д10 поэтому я их коллекционирую наталья из-за чего я коллекционирую итак вернемся еще к вопросам от нашего чата и кстати спрашивают к слову кланы марк придумал чем вдохновлялся процессе если не все то какие кланы его авторство and another question from the chat is regarding the clans and it's not which ones are your favorite it's which ones are your original creation if they are all of them that's that's awesome if you had help inventing some of the clans could you tell us which ones were original completely originate from you i mean i made a pretty extensive outline when i you know passed on that part to a game developer because remember that at that time i was pretty much doing a new game every here so i couldn't expand on that part already working on werewolf and then even well you know mage was being done by other people i still was very involved in mage and doing the larp rules at that time so every year i was putting a new game which was as you might understand you know it's exhausting um so so i wrote these extensive outlines of what i wanted the clans to be but i didn't really have time to keep up so even if i did write down the names or the basic ideas a lot of it was fleshed out by the writers the line developers there's a lot of people involved in sort of fleshing out all the games and all the worlds so you know i sort of you know gave birth to the world of darkness you know from my imagination and all the main pieces were there you know um but but all those so all the main chess pieces were on the board right but all the pieces that you don't normally notice you know um of course there's a whole layers of layers and layers of detail that were added by other people and it's really hard for me now even to remember you know what part of the of which idea is mine you know i'm pretty sure all the main ideas uh are mine um you know but 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 the the smaller ideas the smaller clans um i i don't remember i'm sure the people had a lot to do with it собственно говоря я только в общих чертах набросал все эти вещи и передал разработчику поскольку как я уже сказал вы помните я тогда каждый год разрабатывал по игре и я уже тогда занимался оборотнями уже участвовал в разработке магов совместно с ребятами которые делали магов плюс я участвовал в создании правил для ларпов это очень изматывает я набросал в общих чертах не помню даже все ли названия те которые я предложил то есть я основные детали основные фигуры на шахматной доске предложил им расставить и множество других людей которые занимались созданием они все это усовершенствовали прорабатывали и расширяли очень много слоев разработки которые не очевидны и так что в создании самого начала подразумевалось участие множество других людей мне уже трудно вспомнить что именно предложил я я предложил самое главное в общих чертах но чтобы как-то конкретно вспомнить кто что придумал я честно говоря и не вспомню уже ответ с настоящего патриарха и так у нас еще есть тоже вопросы дворф мембар еще спрашивает марк в одном из интервью говорил что если бы он существует быть существом одной из линеек мира тьмы он был магом какой бы традиции марк принадлежал и какая из ценных его любимая может ему больше импонирует технократию владимир ты еще с нами кажется мы потеряли владимира сейчас попробуем что-то сделать moc и как компания с и н как и Я уверен, что он вернулся Да, ты вернулся Отлично, извините, технические трудности Ты слышал вопрос, Элиза? Читать еще раз Да, да, я вопрос слышал, я даже начал переводить, просто почему-то меня не слышно В одной из интервью, вы говорили, что если вы хотели выбрать, что вы выбрали, что вы выбрали, что вы выбрали, что вы выбрали мажь Вы выбрали ли вы, что традиции вы наполните в этом случае, и что вы выбрали? Вы, наверное, однимирающие технические? Нет, нет, я люблю технические технологии Я люблю технические технологии Я люблю интернет, особенно в период времени Я не знаю, что мы бы делать сейчас без интернета Мы бы были глядя! О, мой бог! Так, то, что я люблю технологии Я не очень люблю технологии Я не знаю, как это технологии I love them all equally. I really do. I mean, every single one of them, you know, Stuart and I argued about and talked about for hours. We actually lived together at that time, and I really, really wanted, you know, each of them has their very special significance, right? And you have to understand that there were literally dozens and dozens of names and possibilities and ideas that, you know, we know. And this is something I obsess about. I think, you know, these fundamental things in the game, you know, the things that players could become are really, really important. So I think a lot about it. Well, technocrats I, of course, I don't like, because I'm a person with a lot of questions around the world. You know, you know, I love technology. I love, especially, I love access to Internet, especially during the pandemic. We don't have internet, but I don't like it. But I don't like what technology does with my planet. And we, during the development of Magus, I was not the director of Magus, but I was involved in the development of Magus, but I was involved in the development of Magus. We created a lot of ideas and I don't know what's going on. I can't choose one, like with the clan of Vampires. It's all my children, I can't choose one. We've been with my children. We've been with Stuard and often discussed, we've discussed everything, what we've been doing. And every tradition, every element of the world of the game, which you can follow, is, on its own, on its own, on its own, on its own. All these dozens, dozens of ideas, which we added, which we discussed, they allow the player to choose something to choose, something to find for themselves. И я часто об этом задумываюсь, и поэтому не могу назвать что-то одно. И чат тут пишет, Kara Aitaha, извините, если я неправильно читаю никнейм, пишет, мы знаем, что вы Man in White. One of the people from the chat is writing that we know that you are Man in White. That I'm a what? Повтори, пожалуйста, Наталья. Что человек в белом, это, я так понимаю, технократов, да? They refuse to believe that you are not a technocrat. А, окей. You are a man in white. А, a man in white, окей. Окей. Да-да-да, с нового мирового порядка. New world all the way, they say. Так, и следующий вопрос будет... Какие современные сеттинги настольных ролевых игр вам близки? Очень интересные. The next question is, which of the current tabletop role-playing settings are the most to your liking? Which what? Which modern tabletop role-playing settings are your favorites? Ну, вообще, прямо сейчас, я остановлю Tabletop. Я работаю на онлайн game system. Как вы можете видеть, конечно, ни gaming I'm doing is онлайн right now. И, как началось, как-то, 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 как, что, об этом, как-то, как-то... что у нас массивист Р clips 참 безправедnyt. Это видимострия физически всех сторон, это, wer Segund newろ trois подависся полным, а у нас четыре, But bud, все те, кто перечиски на этаж нашего, rules everything is done for you so you can just spend your time role playing so for me right now even though our prototype is very very primitive still that's what I'm doing I love it I think it's the new wave I think it's the future so it's almost like I'm riding around in a car and everyone else is riding in horses and I'm like going hey this is fun and I can't imagine going back to the horse right so so for me it's like I think you know the role playing the art form that we all love is going to continue but it's going to continue in a whole different form a much better form and it's finally going to evolve past these 1970s game conventions which are very old and based on miniature gaming and we're finally going to move past that and go into something way cooler собственно говоря с настолками я сейчас по сути завязал я сейчас в основном работаю над онлайновым проектом и все ролевые отыгрыши играю я только в онлайне то что началось как хобби с началом пандемии сейчас переросло в такую нарративистскую идею в проект массивной мультиплеерной платформы не в смысле такой ролевой игры как world of warcraft то есть не маленькие человечки бегают это ими управляешь а серьезная настоящая ролевая игра с отыгрышем но это такой театр разума то есть вы действительно отыгрываете как в настолках но компьютер техническую часть работы делает за вас с правилами с просчитыванием со всем этим у нас сейчас есть прототип и он действительно ощущается по-новому то есть я себя чувствую так будто еду на машине и вижу как люди скачут на лошадях и говорят слушай а на лошадях же здорово ну да и мне раньше нравилось скакать на лошадях но я не могу себе представить как я с машиной обратно пересяду на лошадь и мне кажется что сама форма искусства такая как ролевые игры она эволюционирует и отходит от настольного формата во что-то больше то есть мы эволюционируем от того формата которым были скованы в 70-е годы когда настолки эволюционировали там ответвились от игр в миниатюры игр в солдатики со стастромодными конвентами и всем прочим и мне кажется это здорово и уточнение у нас в чате фаталист спрашивает то есть он буквально говорит о ролплее на серверах как GTA или ARMA то есть он Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok в реальность, в реальность рефлекции в игре. Да, я имею в виду, первое, Готик Пункт, я изменили это. Это не существует раньше я изменили это. Может быть, я изменили культуру? Я думаю, что это может быть. В любом случае. Но нет никакого слова как Готик Пункт до того, как я изменили это. Но я действительно я понял, что Пункт had died. Они были still Готи, и я мог бы maybe attach myself к этому, и получил немного омф для игры. И также, как можно сделать моделы, вы знаете, для артистов. Я очень eagerly grabbed на культуру Готик культура, что, конечно, still lives on. Но, конечно, я думаю, с культура that all artists are having a problem with is that it's so woke and there's so much that the right and left and the whole world are at such loggerheads that you're going to offend someone no matter what you do. And it used to be a lot easier. We used to just be able to say with vampires, hey, screw the church. If you think that we're demon worshippers, you're stupid. And everyone kind of went, yay, hooray. But now today, it's really tricky. And you're going to basically piss people off. So what I do is I'm just going to go towards the middle, do whatever I want to do. I'm a pretty moderate person. And I'll do what I want to do. and if people don't like it, they can not play the game. What else can I do? Кстати говоря, gothic-punk, если уж так уточнять, я его и придумал. То есть до меня термина такого просто не было. Ну, в те времена, как было панк, как движение уже умер, готы еще оставались, и я вцепился в эту субкультуру, потому что это помогло и игру продвинуть, стилизовать, и по сути бесплатные модели были для создания стилистики, для художников. Но сегодня у всех разработчиков скорее проблема в том, что современное политкорректное общество довольно-таки сильно лишено каких-то острых углов. Да и политически правые с левыми накалили противостояние. И что бы ты ни сделал, ты всегда рискуешь кого-то обидеть, кого-то оскорбить. Ну, в 90-е было просто вот вампиры, посылаем нафиг церковь, и если вы думаете, что мы таким образом играем в эти игры, поклоняемся демонам, то идите вы к черту, и все было нормально. Сейчас гораздо легче кого-то оскорбить, поэтому стилистика немножко другая, нет такой оторванности и смелости. Я человек политически умеренный, и я просто стараюсь сделать то, что мне хочется сделать, что мне нравится сделать, а если вам не нравится, ну, я не заставляю вас в это играть. Окей, давайте каких-то более веселых вопросов. У меня еще один серьезный вопрос, а остальные будут уже более неформальные. Тоже был вопрос, у кого бы вы хотели поиграть, именно поиграть, но этого еще по какой-то причине не случилось, если бы была возможность поиграть в любого человека в целом мире. Имеете в виду отыграть в какого-то реального человека? Нет, нет, у мастера. Кто бы мастерил эту игру? А, почти да. О, есть. О, есть небольшая коррекция, потому что я наверное нешел вопрос. У кого гамемастер вы хотите role-плей в целом мире, в любом месте? О, Грег Ставфорд, но он умерленно. Это всегда моя ответственность. Теперь я не знаю. Девушки отдыхают... Who would it be? Yes, we know our questions are very difficult. Yeah, I guess. Wow. I don't know. Yeah, I mean, I know there's all these people, you know, running games online and all that, but they're mostly D&D. And I have, like, zero interest in playing Dungeons & Dragons. Like, zero. You know? Oh, I know, I know. I want to do Sandy Peterson. I want to play Konka-Fulu with Sandy Peterson. Great. Раньше я бы всегда отвечал, что Craig Steffens, но он скончался недавно, поэтому сейчас я даже и не знаю, может быть, самим собой. Мне всегда было бы интересно поиграть с гейммастером, который был бы таким же, как я. Я там на 30 разных голосов могу говорить и все такое. Всегда хотелось попробовать. Но если серьезно, то сложно ответить. В онлайне сейчас люди, конечно, мастерят, но они мастерят в основном D&D. У меня сейчас совершенно никакого интереса играть в D&D нет. А, вот придумал Каллов Ктулху и Sandy Peterson. Я даже запишу язык и клюву. Наталий will write that down. Конечно, мы живем в 21 веке. Возможно, когда-нибудь сделают искусственный интеллект с Марком в роли гейммастера, и все смогут поводиться у Марка. А если нет, то, может, мы когда-нибудь дождемся. Не знаю, попросим, чтобы он для нашего комьюнити маленький ваншотик провел. Поэтому, в общем, мы в нашей комьюнити имеем два выбора. Either мы ждем до сих пор создания артифичного интеллекта, что представляет Марк Рейн-Хэген, чтобы начать его в нашу игру, или мы можем possibly hope for для того, чтобы создать игру в будущем. Ну, вот, что, в примере, что в игру я творил на нашем игру, Basically, the whole way it works Is they're putting my brain Into that game system So, once it's done And our AI starts working It won't be able to do the voices and all that But it will be able to make the changes And do things in the story That will more and more resemble me As a game master So, maybe in five years I'll get something that's kind of Like playing with myself Oh, it didn't come out right So, in fact, the project we're doing online It's, in fact, the way it is The transfer of my brain to the digital version When we finish the current AI That will be doing the processing The changes of the companies The adding of some details Of course, it won't be able to do different voices But in fact, it will be something like It's important to the artificial intelligence And I, maybe in five years I'll be able to play with myself Cool, cool, we'll wait This is awesome Okay, your last character What was it for? And who was the character? Another question is Which is the most recent character That you role played as? And which setting was it? What was the first part of the question? Which character was the most recent one You role played as? Ah Well, I was in this new game I'm making And I was a Fang Knight Which is basically like a medieval vampire Who lives in a fire hole Which is like a fortress That is inside out Because it's defending the world from a hell hole Which is a maw That goes into the abyss The abysma Out of which the forces of hell can rise up So these vampires And these castles Are defending the world from hell So I was playing a Fang Knight Who was You know Going into the abysma Defending the world from From evil In Lost Learning Amazing Amazing Well, in our online project I played Fang Knight It's vampires in the fantasy setting Who live in the fire walls That's the The Aspect They Can To With The corporations In the Wall Here To Through Девонов и злобных сущностей, которые пытаются оттуда через эти порталы, через эти пасти прорваться. Вот я и отыгрывал одного такого рыцаря-клыка, который отправлялся вглубь ада, чтобы спасти всё хорошее. Спасибо за ответ. Итак, ещё вопрос из чата. Нано Дрейк спрашивает, если бы Марк мог перенестись в любой момент человеческой истории реальной, чьи действия как персональные были бы ему более всего интересны? Свидетелем стать или поучаствовать? То есть, изменить ничего нельзя, только понаблюдать? Да, пожалуйста, уточните вопрос. Да, наблюдатели говорят. Yes, they said that, just witnessing. Okay. Boy, Abraham Lincoln would be fun. If you go any further back than that, though, like, okay, I'm gonna imagine it is that I'm just there watching on my computer that I don't actually live in those times, right? Like, if you had to go back and live in those times, that would suck. Yes, it would. Right? No penicillin, no toilet paper, you know, no dentists. Yeah, they would probably behead you as a sorcerer. Yeah, I mean, you know, and I'm assuming I understand the language as well, right? So I could go back. So I guess what I would want to do is I would want to go way, way back. Like, I'm so curious. I'm fascinated with, you know, ancient times and the truly ancient and what really was going on. You know, back when the Black Sea was just a lake, you know, like 14,000 years ago, and there's a great deal we don't know about the world. So I would definitely go back 15,000 years and just in the Black Sea region and see if it really is a civilization under the water, you know, or maybe in the Fertile Crescent, you know, or maybe North America. There's a lot of speculation that North America might have had a civilization that was wiped out by the super volcano or the asteroid. I mean, the Hick Greenland. So, gosh, that's what I'm most curious about. Obviously, that's not one person, so if I had to do one person, it's going to be Lincoln. Yeah. And so, if only to look at, be a witness, then, it's probably Abrahma Lincoln. If we go further, then let's say, let's say, I just look at this, but physically there I don't exist, because I live in a little bit of the 19th century, even in the 19th century, when there's no penicillin, computers нет, удобств нет, and that I have someone who doesn't have a villain, like a coward, it would not be. But plus, if I know the ancient language and understand what people say, I can take information from people. I would have to go very far to the ancient, the ancient civilization, let 14, 15,000 years ago, in the region of the Черnomorsk. and look at, if there was a civilization, which is now buried in the deep sea, and, maybe, in the North America, look at, if there was a civilization, which, according to some theories, was destroyed by meteorite, which fell on Greenland, and the result of this encounter, and so on. I would have to go very far. I would have to go. O-go! Natalie said, wow! . . Так, у нас дальше Вопрос из чата Вопрос философского характера Если бы Марк был наделен невероятной силой То, первое Какую бы игру он стер бы С лица земли, чтобы игроки Ее забыли напрочь Второе, в какую из игр он бы Играл и водил только в компании Своих друзей И третье, какую игру он оставил бы Только для себя, как особо близкую По духу и атмосфере Вопрос из чата Окей, мой любимый Если бы у вас был Играл и уменьшительный Вопрос из чата Какой игру Вы бы вырвали из жизни Чтобы все забыли о нем Это первое Это первое Мы, наверное, в частях отвечать Может быть, чекеры? Шашки, наверное Вопрос из чата Вопрос из чата Вопрос из чата Нет игроков Я гейм-дизайнер Я люблю игроков Я не буду дать Вопрос из чата Вопрос из чата Люблю Dungeons & Dragons Но я не стал бы отнимать ее у людей Которые ее любят Тем более Dungeons & Dragons Она позволяет вовлекать много людей В более широкий мир ролевых игр Что, конечно, изменится, когда Мы запустим мой онлайн проект Но, тем не менее Ценность даже тех игр, которые мне не нравятся Я отрицать не буду Я игровой дизайнер Я не буду уничтожать никакие игры Так что мой ответ Никакую бы игру не уничтожил Так, а теперь второй вопрос Окей The second part of the question that was asked If you had this much power Which game would you reserve Specifically for yourself And your closest friends? I can't do that I can't И этого я тоже не могу Просто не могу Какое говарное у нас комьюнити Если бы я мог сделать так, что Я и мои друзья были бы Самыми лучшими игроками в эту игру То, наверное, покер Тогда бы я быстро разбогател And that actually answers the third part of the question Which game would you reserve for yourself only? Only for me That's crazy Только для себя это безумие The game of life Игра в саму жизнь But no, no Imagine being alone on this planet The only human alive You would be so bored And so lonely And it would be terrible Terrible Who would want that? Да, в жизни играть одному скучно Представьте, что вы один на планете Это очень скучно И очень неприятно Ужасный игровой опыт Да, и для кого разрабатываете игры тогда? And who would you develop games for? Да Да Я бы ничего не делал А делать было бы нечего Даже мой любимый solo-гейм Civilization Было бы нежно Если бы не было Людям, чтобы разговаривать О том, как хорошо я в ней Даже моя любимая одиночная игра Civilization В нее не было бы смысла играть Потому что я не смог бы хвастаться Насколько хорошо я в нее умею играть Я один из лучших игроков в мире И если бы не было бы сказать вам сейчас То есть я один из лучших игроков в мире Но если я не могу вам это сказать То большая часть удовольствия просто пропадает Дальше у нас странные вопросы из чата Дворфмамбер спрашивает Кто круче, шумеры, египтян или доарийская цивилизация на долине Инда? О господи, как это сложно Weird questions from the chat Who is cooler? The Sumerians, the Egyptians Or the pre-Aryan civilization of the Indigen? Wow I mean, the Egyptians left You have to say the Egyptians Because they built things Which have not, you know, survived to this day In a way that no other ancient civilization has So that alone makes them just super cool You know? I would say that the Egyptians, because they are the ones They built enough of everything that is in good condition And has been preserved in our days What makes them the coolest thing? I mean, when I was in Iraq working We went to Babylon And it's just a bunch of fake buildings Put up by Saddam Hussein You know, there's nothing there You know, but Egypt You can actually see something That ancient people built And it's still there And the Sphinx Oh my god That's even older We don't even know how old that is When I was working in Iraq We visited Babylon And it's not a real building They built them in Saddam Hussein And in Egypt You can really see something That built ancient people And the Sphinx Oh my god We don't even know how old he is And where he was built And when and how he was built So, the next question is from Dan Landish If I read correctly If I'm not sure If I'm sorry And he's right in English Is it possible to renew Tremere Convent in Ars Magica in sixth edition? If it was up to me, yeah, that's of course, you should be able to do that But I think there's probably a problem with Paradox And they don't want to allow it Which is a shame Because the original contract I made sure I made 100% sure That Ars Magica had the right to use Tremere to the end of time Because the original idea was that Ars Magica and Vampire in the World of Darkness were one thing But, you know, that got away from me and unfortunately we couldn't continue If it was that of me as well Then, undoubtedly, yes I would be for But Paradox, you know, don't want to do so In the first version of the contract, when we made a agreement I wrote that Ars Magica That Ars Magica That's right to use Tremere It's always Because the idea was that Ars Magica and the world of Vampire It's only a universe But then Потом так не сложилось, и мне, честно говоря, жаль. Интересно. Окей, теперь у нас время несерьезных вопросов в чат. Вы пока пишите свои вопросы, мы будем их зачитывать. А пока что быстрые несерьезные вопросы. Так, какой у вас был самый безумный эксперимент со внешностью? Это, наверное, отсылка к временам Готик Панка. Yes. Now it's time for some of the less serious questions from the chat. And one is, what was the craziest experiment with your appearance in the times of gothic punk? Well, every time I would go to a convention, I would do my hair a different way. So, one year it was cheetah, one year it was bright orange, one year it was green. And, of course, today this is no big deal. But this is back in the 90s, and it was a big deal. So, you know, I stood out like a sore thumb at Gen Con and all the big conventions, which is what I wanted. I wanted to, you know, I had the Donald Trump or the Elon Musk idea, which is basically there's no such thing as bad publicity. Get noticed and get in the news every chance you can, because that's going to create foot traffic at your booth and help your company. So, my goal was to just be as crazy and outlandish as possible and have everyone talking about me, because I figured that would help me sell books. And, you know, once you go to a big convention, and you walk away with your pocket full of, like, you know, $20,000 in cash, it gets addictive. It gets really addictive. It's like gambling. It's like you'll do anything to, you know, it's just cash in your pocket. It's amazing. I really miss those days. It was really fun. Well, then, in those days, in the 90s, I often experimented with pictures. So, on every convention, every year I was driving with new pictures and with new color. Now it doesn't seem to be so important and out of the way, but then I was wearing yellow, yellow, yellow and so on, and so on. And it attracted attention. I then used the strategy a-la Donald Trump or Elon Musk. So, it's a bad thing. And if you're getting it, even if you're getting it, your attention, what you're getting, you're getting negative, it's still a bit of attention. It's a good thing, it's still a good thing, it's still a good thing. It makes it a good thing to you to sell a pavilion. It helps you to sell books. And I then got it. I was able to get it from the convention to $1020,000. And to that you're getting it. You're getting it. You're getting it. That gives an a-zart, like, a-zartные игры. И я все-таки даже скучаю по тем временам. И следующий вопрос из несерьезных. Ваш любимый сорт вина. Народ уже прочитал, что вы живете в Грузии, так что будут вопросики такого типа. Я стал хорошим Грузином, поэтому, естественно, я предпочитаю грузинские вина. Саправи! Саправи, ребята! И к этому вопросу вдогонку тоже был вопрос, который я обещала озвучить. Манты или хинкали? И следующая часть этой вопроса. Which one do you prefer? Манты или хинкали? Хинкали. Хинкали. И любимое грузинское блюдо? And which is your favorite Georgian meal? Звадин. Meat pork on a sword. А, ладно. Сашлик? Is that what you call it? I think it's sashlik. Yeah, in Russia we call it that. Шашлик? Шашлыки, ребята? Шашлыки. Хинкали и шашлыки. Отлично. I love, uh, I love, uh, I love, uh, hajapuri on the sword. You know, the cheese and the bread on the sword is over the fire. That is awesome. И хачапури на шампурах. Хачапури шампура, yeah. Да, я жила с девочкой из Грузии в общаге в одной комнате, так что я понимаю, о чем он говорит. И Натали used to live with the Georgian girl in a dormitory, so she understands pretty much how awesome it is. Yeah, yeah. Yeah, no, I love living in Georgia. It's really, really fun. You know, it's just so freaking beautiful. Like, I can take my motorcycle up the mountains. Even during the pandemic, I have a special pass, and I go up and just drive through the countryside. It's just so incredible, just these mountain roads. It's just, you know, minutes from my house, I can just go up the mountain. So, for me, it's just, like, fantastic. Мне очень нравится жить в Джорджии. Здесь хорошо, здесь очень красиво. Даже во время пандемии, я на мотоцикле в горы езжу. У меня есть пропуск, я просто еду по этим горным дорогам. Потрясающе красиво и приятно. Да, чат говорит, что действительно хороший Крузин. Мы гнили. Да, чат согласен, что ты хороший Крузин. Я не знаю, что это хороший. Мы имеем очень позитивный фанбейс. Они имеют это в лучшую способность. Хорошо, хорошо. И возвращаемся к вопросам еще-то на тему Мир и Тьмы. Спрашивает Двард Мамбар, какой у Марка любимый персонаж в собственном производстве в Мире Тьмы? Хорошо. И, вернее, к вопросу о ВОЛДОВДАКНЕСЬ. Люди вспоминали это в чат. В чем ваш любимый ВОЛДОВДАКНЕСЬ character, что вы написали, что вы написали? ВОЛДОВДАКНЕСЬ. П说ished. erna. Р evolюка кably lado, вы написали как они думали о том, и что треугin% Это было не так, чтобы убить монстров. Многие люди не знали, как это делать. Так что мне нужно было сделать это. И я очень рад в том, что это было. Я думаю, что для многих людей, читая «Гэри, Индиана» и потом «Чикаго», это было как-то революция. Как понять, как играть. Как играть. Как играть. Недавно мы с кем-то обсуждали «Chicago by Night», Гэри и Диана. Это были первые персонажи, которые я писал под механику Катерий. И там как раз мы пошли в глубину относительно политики и вот этой системы взаимоотношений персонажей, что они друг о друге думают и так далее. Тогда мне, по сути, просто пришлось объяснять людям, как играть в социальную ролевую игру с упором на повествование, которая не была бы беготнёй с убийством монстров. То есть мне, по сути, эти правила пришлось впервые изобретать. И для многих это было откровением. И я горжусь тем, что вот именно в Чикаго мы смогли такое осуществить. Так, ещё один быстрый вопрос. Любимая видеоигра. Еще один быстрый вопрос из чата. Какой ваш любимый видеоигр? Цивилизация. Цивилизация. Да, о которой мы говорили. Конечно! Когда мы закончим нашу игру Lost Lorn, это будет моя любимая. Сейчас это синглплеерный прототип, но как только она выйдет в мультиплеерный формат, это будет моя любимая игра. И на тему видеоигр также спрашиваю, следите ли вы за игрой о Вервольфах, и может я добавлю сразу Bloodlines 2? Окей. Yes, regarding video games, people are asking if you are following the development of the Werewolf video game, and as Natalie added, do you follow the development of Bloodlines 2? I just posted about Bloodlines today. Bloodlines 2, yeah, I'm really excited to... Last time I checked it out, I played it, it was much earlier in the development, so I haven't seen it in a while. So I'm really excited to see the final one, and I'm hoping to get an early copy. The Werewolf game, I'm super excited about. You know, Gosh knows what they're gonna do, but hopefully it's fantastic. I posted about Bloodlines today. I'm waiting for it. When I played it in the last time, it was a much earlier version. I haven't played it in the last time. I'm waiting for the opportunity to play in the final version, and I hope they will send me a copy. I'm waiting for it. I'm waiting for it. I'm waiting for it. I think it will be great. And I'm looking for it. I'm looking for it. I'm looking for it. we have a complimentary questions. If Mark doesn't want, then he doesn't answer. But I'm still reading the questions from Kara Aydaha. The theme is not very nice, but if someone would have been waiting for the pandemic and COVID, then who would it be? Yes. The following questions are a little bit provocative. So if you choose not to, you may not answer them, but Natalie will read them because she's obliged to. Yes. The question is, if in the world of darkness, a faction or a force was behind the pandemic and COVID-19, who would it be? Who would it be? I get in too much trouble for this stuff. I cannot, I cannot answer that without getting possibly in trouble. I don't think it's a big deal because I think that, you know, there's a long tradition of saying that real world horror has supernatural origins. And people do this for art all the time. And it's totally common. But, and it's completely cool because it helps deal with things in a way, and it's part of our culture. But right now, in America especially, there are people who see this as, for some reason, as evil. And so if you do it, they will, they will make your life miserable. So, I can't. I don't think so. I don't think so. I don't think so. there are a lot of, you know, there's nothing bad. and dark than the world of darkness. Yeah. 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 Absolutely. And, you know, and that's why, you know, actually saying that something has supernatural origin, you know, not, not for real, not as a conspiracy theory, but as an artistic thing, sometimes helps deal with it emotionally, you know, because there's so much horror in the real thing, that if you can sort of deal with it artistically, it helps. But, I guess, that's evil, so we can't do it. I agree with that. And, I even want to add, that if you're not in terms of some theory or argument, but for discovery, for artistic goals, you think that something is supernatural, it helps you deal with feelings, it makes a therapeutic effect. So, I don't see anything bad in it, but now, it's not good to do it. So, let's chat, three last questions, and we'll turn around. And, I immediately see the first question. What kind of Greece? Which clan, or tradition, would it be better in Greece? Yes. Another question regarding Georgia. Which clan, or tradition, or faction, would feel most at home in Georgia? A vampire? Is it just vampires? Well, if a clan, then vampires, then overwolf, or tradition of magic. A vampire clan, or a werewolf tribe, or a tradition, really, if you put up in ages. I don't mean to insult the Orthodox Church, but the, you know, the Sabbat, might get along pretty well, with the organized religion, you know? It's, it's something you understand well, you can manipulate. Um, I guess the Bruja, depends on who you are, how you say it, would really enjoy Georgia a lot. They love to party, they love to drink a lot, they would love the wild spaces, the wild mountains, the freedom to roam, to go anywhere, you know, vast swaths of Georgia have no roads, you know, you can just sort of, you know, get around Georgia without ever meeting a human, if you know where to go. So, yeah, they would love it. I mean, I don't want to offend the Orthodox Church, but Shabash, I would like to feel good in Georgia, they would, they would, with the Orthodox Church, they would be able to handle it, to manipulate it, I think, that the Bruja would like to be in Georgia very much. There is a lot of fun, a lot of drinks, a lot of space, a lot of space, a lot of space, a lot of space, a lot of people don't, and you can just travel by the country for a few days and not to meet any one alive soul. So, I think, they would like to be here a lot. So, the chat is the last question, and here are the questions. Great question. Can you read it? He will be in English. Yes, I will see the chat. This is the one that Dan wrote? yes. Okay, so the next question from the chat. After several streams with Natalie, and discovering the passionate Russian-speaking community, when are you planning to learn the Russian language? Never. Never. I have enough difficulty with English. It's taking me this long to perfect my English. If I started learning other languages, my English ability would go down, and I would no longer be able to write English. Unfortunately, I'm not the genius that some writers are, where they can write in several languages. There's no way I could do that. So, you know, I have, I have great creative skills, but limited learning skills when it comes to language. So, I need to stick with English. to have any hope of getting anything done. I will never learn another language. I will never learn another language. My whole life needed to be able to learn to learn the English. And if I will learn another language, I will learn another language, I will constantly learn how to learn English. I am creative, but, in terms of learning languages, I am very limited. So, I would like to continue to work on an English. Okay. And a question from me. What are your favorite concepts of characters for Otakrush? Who would like to play more? Social characters, who talk a lot, talk a lot, talk a lot, or maybe mental characters, who find something hidden, or, on the other hand, or, on the other hand, or, on the other hand. And the next question is from Natalie herself. Which concepts, archetypes of characters, do you prefer to play? The social characters, who talk a lot, or, the mental characters, who express themselves in different ways, or maybe, sometimes even, action-oriented characters? You know, I am usually the fast-talking, talk a lot, you know, social, you know, talking so much, that I can fool anyone, and, yeah, I'm the, I'm definitely usually playing the social character, you know, and, and usually, I'm trying to take over from the game master, whether the game master quite realizing I'm doing it. Yeah, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, often, I'm a, I, 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 I'm a, управление у мастера, и он даже не всегда успевает это понять. Да, я помню, как в Берлине Марк отыгрывал персонажа на плей-тесте в А5. Да, я помню, как ты играл в игре в В5-плей-тесте в Берлине. А, окей, да. И это было фан. Да, я, ну, я, ну, я, ну, я, ну, я, я, ну, я люблю быть игроком, но я был игроком. То есть, для меня это сложно, чтобы не обмануть в гературе и не пытаться разобрать всех людей с персонажами. Поэтому, я обычно не даже пытаюсь. Я просто пытаюсь разобрать всех. Да, и мне нравится быть игроком, но я всю свою жизнь был мастером, и мне нравится развлекать людей. так что я просто даже непроизвольно начинаю выполнять такую функцию Чё, давайте ждём ещё последний вопрос, а пока ещё один вопросик из списочка Какие книги вас вдохновляют и какую последнюю книгу вы прочитали? Я только что перечитал Анантем Нила Стивенсона раз в девятый, обожаю эту книгу And his conception of these monks who live in these monasteries, but instead of being dedicated to God, they're dedicated to science, it's just endlessly fascinating to me, and it's inspiration for the vampires in Lost Lorne, the Fang Knights, who live in these fireholds and study magic, which in Lost Lorne, of course, is science Концепция оттуда монахов, которые живут в монастырях, но вместо того, чтобы поклоняться богу полностью посвящены науке, меня очень удивляет и вдохновляет Она, собственно, и вдохновила идею рыцаря-клыка из Lost Lorne, которую я описывал Которые живут в огненных крепостях и посвящают себя изучению магии, которая в моем мире, это технологии Hello! Yeah, I speak Russian, you didn't know? Yeah, I speak Russian, you didn't know? Yeah, I speak Russian, guys. Yeah, of course. Of course, we're here. We're here for a while. This is my wife, Pisa. Hello. Hello. How are you? I don't need to speak Russian. I have people who speak Russian. So you don't need to learn it, yeah? Yeah, I don't know. How translator will travel. Nice. Yes. Okay, I think we can turn around, so we have no questions in the new chat. The people on the chat are too busy looking up Lost Lorne now on Facebook, so they are not writing any new questions in the chat itself. So, thank you for the interview, it was very interesting, it was very fun, very educational. Thank you for the experience, and thank you to the people in our chat for participating. Yeah, thanks for the great questions, everyone. I'm glad to see so many of you already joined Lost Lorne, that's really exciting. So, it was fun, you know, just watching you come in. So, anyway, happy gaming. Yeah, thank you for the great questions. I think many of you already came to us in Lost Lorne. It was wonderful to watch this almost in real time. And good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. Thank you very much, bye-bye. 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 Продолжение следует...